Приветствую коллеги, с вами Александр и на сегодняшнем видео обзоре мы с вами разберем, что будет дальше у нас с биткоином, продолжится его коррекция, когда все-таки будет рост. Мы сегодня с вами изучим золото и изучим индекс доллара, так как на предстоящей у нас неделе у нас будет очень серьезные новости, такие как процент ставка в ФРС. Обязательно досмотрите видео до конца, чтобы вам была полезна вся структура ее работы. А если же вы хотите посмотреть полный обзор, который у нас был в воскресенье на моем ютуб канале, где мы разобрали и доллара японца, где мы еще разобрали индексы, также мы разобрали евро и другие инструменты, то обязательно посмотрите данный соответствующий обзор на моем ютуб канале в трансляциях и вы сможете посмотреть полный видеоматериал, который у нас был полтора часа, мы разбирали все нюансы. Так же, для этого переходите в ссылку в описании, проходите дальше под видео. Ну что же, я думаю начнем мы с вами о биткоине, потому что сейчас о нем говорит весь мир. Сейчас очень всем интересно, когда при каких условиях он продолжит рост, когда начнется коррекция, когда закончится сейчас текущая коррекция. Мы с вами обсудим то, что мы планировали на прошлые выходные, что у нас реализовалось. И давайте обсудим, кто к нам недавно присоединился на недельном графике, чтобы увидеть общую картину. Смотрите, коллеги, сейчас лишнее уберу, чтобы она вас не запутала. Смотрите, коллеги, у нас что произошло. У нас цена находится также в восходящем зеленом тренде. Синий сейчас у нас вот тренд, это у нас соответствующий такой вот импульсное движение. Вот, теперь далее. То есть мы понимаем, пока все в долгосроке на приоритетный рост. Теперь следующее. Цена у нас, для нас был важным аргументом, чтобы цена у нас пробила уровень 69 тысяч долларов. Но, к сожалению, у нас тело свечи на недельном графике до сих пор еще не закрылось за ним. Да, у нас биткоин обновил хайи 73, почти 800. Это говорит о серьезном продвижении, то что рынок готов и дальше еще обновлять свои максимумы. Мы находимся в бычьем медвежье. Но, если у нас тень вот эта пробивается, то есть у нас видно то, что пока что покупатели не сильно справляются с продавцами. И перед закрытием недельной свечи, вот сегодня у нас как она закроется, важно отметить, чтобы именно тело свечи у нас закрылось за данным уровнем. Вот, и тогда уже с большей вероятностью цена у нас уже пойдет наверх к отметке 80 тысяч долларов и при продолжении тренда до 89 тысяч долларов. То есть, на примере, я сейчас, как ранее, вижу ситуацию, чтобы цена более уверенно начала расти. И я предупреждал еще на прошлых годах то, что я все-таки ожидаю коррекцию. После такого мощного импульса коррекцию до уровня поддержки. Пробой у нас, например, 69 тысяч долларов. Цель, например, 80 тысяч долларов раз. Коррекция 89 тысяч долларов два. 80 тысяч долларов, 89 тысяч долларов у меня определены не просто там, я, как говорится, горизонтальный уровень поставил, а там захотел. Это были определены по математическому расчету золотого сечения Fibonacci. Вот, по данным скрытым уровням, которые я нашел для торговли. И они помогают нам и моим ученикам, соответственно, находить, где завершается любое движение на рынке, даже новые, хаи обновленные. Так что это те задачи, которые мы предусматриваем. Вот, в долгосрочной перспективе у меня также мысли, так как планировал, остаются, то, что цена у нас дальше будет готова все-таки в ближайшее время корректироваться. При небольшом проценте вероятности все-таки там просто будет лететь биткоин, то бычь вот это настроение, оно его подтвердит. Но, что меня сейчас до сих пор смущает, смотрите, коллеги, цена у нас не смогла пробить уровень сопротивления. То есть, смотрите, видите, вот у нас цена подходила когда-то на основании. И вот у нас те у вас вещи закройлась в прошлой неделе на нем. И вот эта текущая неделя у нас закрывается за уровнем синим сопротивления импульса. То есть, это говорит о том, что цена у нас пока находится вот в этом как раз синим восходящем коридоре. Идем дальше. То есть, это аргумент пока то, что рынок, если бы у нас, допустим, пробил уровень сопротивления, сейчас я покажу вам эту идею, мысль. Вот, например, восходящий тренд. Вот у нас цена движется в нем. И если пробивается вот эта верхняя граница, я думаю, многие уже, кто следит за моими видео-взглядами в социальных сетях, как и в Телеграме, думаю, знают эту закономерность, когда пробивается у нас уровень сопротивления. Восходящего тренда у нас он расширяется, рынок готов дальше двигаться вверх. Этого у нас не произошло. В связи с этим падает, как говорится, уверенность у покупателей к дальнейшему сильному росту. Ну, не на долгосроке, еще раз подчеркну, а на вот на ближайшее время. То есть, там, на текущую, например, неделю, следующую. Вот теперь мы переходим на недельный график. Что мы здесь видим? У нас был хороший импульс фиолетовый. Мы рассчитывали еще на прошлый выходной, то, что после его пробоя, вот у нас красненький квадратик, мы ждем продолжения падения цены. То есть, мы ждали падения до уровня 64,107. Что у нас произошло? Цена у нас практически сегодня дошла до этой цели. Там буквально 64,560. То есть, буквально еще немножко и цена у нас планирует до нее дойти. Пока рынок до нее не достиг. То есть, основной интерес это дойти до зеленого уровня поддержки тренда. Чтобы цена у нас до сюда вот опустилась. Чтобы уже по более низким ценам рынок начал хотя бы закупаться. Чтобы цена хотя бы отскочила и двигалась в зеленом таком восходящем коридоре. В связи с этим мы фиолетовый этот коридор убираем. Теперь рынок его пробил. Он нам не нужен. Следующее, что стоит отметить. Так как мы понимаем, что у нас вот был импульс. И сейчас цена у нас находится в коррекционном движении. Нам нужно обязательно построить коррекционный коридор, в котором цена у нас сейчас находится. Перейдем на 4-х часов и таймфрейм. Здесь нам уже побольше появилось свечей, побольше информации. И мы можем здесь более четко определять текущее движение. Берем раз и вот такой. То есть, это на текущий момент такой вот уровень сопротивления. Копируем его, проверяем. Видим, что рынок с ним взаимодействовал. То есть, видите, тела свечей остаются внутри тренда. Тени могут быть снаружи. Они как расширение являются. Вот так вот ставим. И, в принципе, вот сейчас вот пока цена находится у нас вот в этом красном коридоре. На ближайшее время я жду то, что биткоин будет еще ослабевать. Но это будет не обвал. В данном случае это просто пока идет коррекция после сильного роста. Рынок фиксирует свою прибыль. Вот. В принципе, если мы сейчас определили, что это коррекция, то нам нужно применить сетку золотого сечения, чтобы определить до какого момента рынок готов у нас корректироваться. Возьмем от начала импульс от уровня поддержки до его сейчас завершения уровня сопротивления. Мы видим то, что цена у нас четко дошла до уровня 382. У нас в то время, в воскресенье, в прошлое воскресенье у нас еще не было вот этих хаев. И этот импульс мы не могли еще растить, потому что его еще не было у нас вот этих максимумов. Вот. Что мы можем взять вывод? То, что цена у нас дошла до уровня 382. В принципе, это хороший сигнал, что на этих уровнях рынок любит уже разворачиваться. А я сейчас, мы с вами найдем условия, когда стоит уже рассматривать покупки у нас и найдем цели. Но все же, я пока вижу то, что цена у нас еще будет, упадет до уровня поддержки. Попробует протестировать 64100. Что это максимум, который у нас раньше был 28 февраля. То есть, рынок все равно, когда пробивает свои определенные максимумы, он в последующем любит к ним возвращаться, делать ретест, разворот и двигаться в сторону роста цены. Вот. И думаю, цена его протестирует. Если более сильное давление будет на покупателей, медведей будут брать инициативу в свою сторону, то мы будем приближаться к отметке 0.50 Fibonacci, 62100 долларов. Ну, там округлить, 62, там 110, знаете, так плюс-минус взять. Но здесь я его отмечу, как вариант продолжения коррекционного уровня. Делаю даже таким красным. Вот. Далее. Fibonacci здесь можно на текущий момент убрать, сфокусироваться сейчас на этой коррекции. Вот. Так мы сейчас уже понимаем, что пока мы находимся в этом коррекционном коридоре, приоритет на снижение цены. Важно подчеркнуть, что бывают ситуации, когда цена у нас выходит из коррекционного коридора и хочет коридор это сделать пошире, чтобы более сделать хороший диапазон потом. И цена может у нас развернуться. Чтобы на эту ситуацию не попасть, нам поможет веер Fibonacci. Мы его построим от самого максимума до текущего минимума. Если цена у нас продолжится, например, сегодня еще вечером, либо завтра, то веер Fibonacci надо будет аналогичным образом протянуть. Все, что мы сегодня с вами проходим, коллеги, обязательно себе перечертите на свои графики, чтобы вам было легче понимать, где цена будет выходить до поддержки, где не надо будет торговать. Да, цена отскакивать будет, вы будете понимать, когда входить в рынок и так далее. И здесь, соответствующее, я бы предусмотрел бы максимальный уровень сопротивления на 75. Цена любит до него доходить и разворачиваться. То есть я вам сейчас саму мысль покажу, что цена любит доходить до него и отскакивать. А значит мы предусмотрим этот вариант. И сейчас мы построим этот коррекционный коридор на будущее. Как это работает, как отрабатывается, у меня есть тоже отличный семинар. Он называется «Как определить завершение тренда». Обязательно посмотрите, кто с ним еще не знаком. Так что вот, сейчас вот этот я прогнозик сейчас уберу, чтобы он нам не мешал. На прошлый выходных я его оставлю. У меня мнение до сих пор о нем такое же. И смотрите, сейчас мы сделаем таким вот оранжевым, чтобы сфокусировались вы хорошо. У нас сейчас формируется фигура «Нисходящий клин» в рамках вот этого оранжевого коррекционного коридора. Что это за фигура, возможно многие и не знают. Давайте немножко о ней поговорим. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Вот у нас это вот восходящий, но нам сейчас интересует нисходящий клин. То есть треугольничек, когда смотрит вниз, и смотрите, если у нас пробивается верхняя граница его сопротивления, это звоночек на начало коррекции в рамках вот, например, нисходящего тренда, то, что рынок у нас начнет корректироваться. То есть вот здесь как раз я жду подобной ситуации, что цена у нас попробует прорваться, да, например. Это аргументы в пользу до уровня 38,2 мы дошли, да, например, мы упали. В принципе, коррекция логична вполне себе. Вот, прорывается сопротивление, которое ранее рынок не мог преодолеть, и становятся у нас звонки на начало коррекции. Мы дублируем наш угол наклона по вот этой тени, которая была у нас в марте, 15 марта на этой неделе. Вот, и, соответствующий, после его пробоя, давайте я назову пунктирным, чтобы вы у меня не запутались, вот тут, у нас появляются сигналы на покупку. Теперь далее. Далее, я бы учитывал бы вариант, то, что у нас цена сейчас показывает зеркальный такой вот уровень. Сейчас я его отмечу зеленым цветом. То есть, смотрите, у нас когда-то цена снизу, видите, снизу вверх, да, идет. То есть я беру ситуацию, вот снизу вверх шла, подходила, отскакивала. Подходило тело, свечи отскакивала. Когда тело, свечи закрылось, мы доходили до вот этого максимума, да, например, рынок от него разворачивался по телам свечей. Пробив его, рынок дальше шел вверх. Я считаю то, что эта закономерность может повториться. И с учетом данной информации, я предусматриваю то, что после пробития уровня сопротивления красного пунктира и пробития ценового уровня 67, давайте 610 мы пробиваем, то цель роста, это уровень сопротивления, ориентир будет у нас 69 тысяч долларов. То есть предыдущий наш максимум. Рынок вполне к нему будет интересно, к нему подойти. Далее, чтобы цена дальше пошла вверх, нужен обязательно выход из оранжевого коррекционного коридора. И здесь нам поможет следующий уровень, я вот сейчас сделаю даже вот таким оранжевым, нет, сделаю синим, вот таким вот синим сделаю. 70 тысяч 200 рынок пробивает. Все, рынку будет уже интереснее дойти до уровня у нас... Идем сюда. У нас цена подойдет к уровню 72 тысячи 100, и соответствующий там уже максимум предыдущей недели. 73,470. Обратите внимание, я не ставлю по самым хаям, по максимуму, я ставлю по телам свечей. Есть очень интересные экономические рынки, когда цена повторно не доходит до максимума, доходит по телам свечей и разворачивается. По этой причине, если что, мы фиксируем прибыль как раз на отметке 73,470. То есть вот у нас пробой 70 тысяч 200, уровень сопротивления пробивается. Предусматриваем рост до 73,470, откат на 72,100. То есть вот так вот. То есть я просто возьму ситуацию, которая уже была в прошлом, куда цена на свете подходила, разворачивалась, шла вверх. Все. То есть я беру не то, что там, я думаю, так вот она пойдет. Я беру фактическую ситуацию, которая уже была реализована на рынке, а значит рынок ее повторно, свободно может повторить. Ну, если у нас обновляется хаи, я бы все-таки считаю, для максимальной такой безопасности в стратегии, кто хочет рисковать минимально, то лучше ждать пробития максимума 73,800 минимум на дневном графике. Вот, тогда уже да, приоритет дальше будет на рост там к 80 тысяч долларов. Но, как и раньше, все-таки более надежно, это нужно дождаться. Недельного пробоя, я немножко спутал ситуацию насчет дневных, сейчас немножко, давайте, коллеги, я перефразирую свою мысль. Более безопасно для подтверждения, что рынок готов дальше двигаться, импульсно движение наверх, нужно пробой 73,69 тысяч долларов на недельном графике пробой. На дневном вполне уже такое 73,800, если пробивается. В принципе, свободные такие звоночки на рост. Особенно хорошо, если цена у нас скорректируется до зеленого уровня поддержки, и от него отскочит, пойдет вверх. Вот, это хорошая будет ситуация для продолжения роста цены. Но она уже для таких трейдеров, кто может быстро принять решение, быстро выйти из позиции, если вдруг цена у нас будет разворачиваться. Так что, в принципе, пока цена находится у нас в красном исходящем коридоре, это падение до уровня зеленого поддержки. После пробоя мы также предусмотрели условия. В принципе, здесь вот на коррекции, если искать условия, у нас уже 64,107 до сих пор у нас вот это находится в условии. Для него, для падения, это на более младший фирмен, надо перейти там 30-минутный. У нас здесь формируется фигурка двойная вершина, то есть вот такая вот раз, два, пока буковка М. Сейчас буквально две минуты на нее уделим для начинающих трейдеров. Вот у нас двойная вершина. То есть у нас, видите, здесь пробивается синий такой горизонтальный уровень, где подписан стрелочкой пробой, это будет сигнал, что рынок будет готов падать. Если пробиваются максимумы, например, которые сформированы, то рынок ломает фигуру и цена идет по тренду основному. Значит, и здесь в нашей ситуации нам нужно дождаться, чтобы цена у нас, чтобы пошла вниз, это пробилось вот этот минимум фигурки, например, чтобы у нас вот буковка такая М начала появляться. Думаю, визуально вы сейчас ее увидели. В принципе, да, это будет вот этот сигнал. Но еще бы я добавил бы коррекцию, потому что это напоминаем, что мы находимся в нисходящем тренде. Пусть цена еще для безопасности пробьет 75 уровень. Это сейчас на 30 минутам графики, краткосрочный сигнал, который вполне у нас реализуется к завтрашнему дню, в случае, если рынок у нас будет уже падать. Вот. И если вот эти факторы у нас подтвердятся, то есть у нас вот он, цена, например, будет пробивать вот этот уровень сопротивления, сопротивления, горизонтальному 66,350, то я думаю, что рынок у нас снова упадет к отметкам 65,193. Вот когда у нас, перед тем, как рынок у нас начал разворачиваться, вот смотрите, цена у нас бах, отлетела, да, например. И после уже пробоя у нас минимума, который у нас рынок подтвердил, то есть это у нас 65,64,510, то ждем дальше, что 64,100, но и там уже уровень поддержки. То есть там уже предусматриваем, что рынок дальше будет падать к зелененькому уровню поддержки. И там после пробоя 64,100, если дальше будет падать, ориентируемся на отметке 63,205. И там учитываем то, что рынок у нас остановится на отметке 62,135. То есть это уже на уровне 50 по Fibonacci, то, что мы с вами обсудили. Но более серьезное падение, если на следующей неделе оно продолжится, это у нас, как и раньше мы обсуждали, на дневном графике, если у нас будет пробой зеленого уровня поддержки, восходящего тренда, и 65, сейчас, подождите, исправлю. Пишите, секундочку, у нас там два уровня. А, нет, 59,330. Если это все у нас пробивается, то мы падаем к синему уровню поддержки. То есть ориентиры это у нас будут 53,000, 50,500 долларов. Ну, в принципе, вот, более подробно разобрали, комментариев нету. Думаю, все отлично, понятно. Вот, коллеги, тогда небольшую паузу делаем для дальнейшего обзора. Всем тем, кто очень полезен в данный материал, обязательно поставьте большие пальцы вверх. Для меня это будет отличной мотивацией и поддержкой, чтобы я развивал отличный контент. Так что всем желаю успешных результатов и take profit, особенно тем, побольше денег, кто поддерживает меня в данном направлении. Так, ну что же, по биткоину мы очень подробно обсудили. Я теперь думаю, очень интересно обсудить у нас доллар, потому что у нас будет процентная ставка по нему. Так, ну что же, давайте немножко забежим назад, да, долимся на недельный график, чтобы понимали всю суть, что у нас происходит. Потому что мы-то уже, кто со мной на эфирах уже проходит не первые там полгода, уже знает, что он на рынке у нас ждет. И мы каждый, Жене, это разобрали. Восходящий тренд, импульс, коррекция. Последний раз она у нас доходила до уровня поддержки восходящего тренда у нас в текущем году, в январе. Цена у нас отскочила от него. И сейчас цена, как я думаю, видите, находится в симметричном треугольнике, где у него является вот фиолетовое сопротивление. И соответствующий, как вот зелененький уровень поддержки, да, у нас, он является как поддержкой треугольника. А теперь смотрите, коллеги, кто не знаком с этим термином, что за треугольник, да, у нас такой, что за фигурка у нас такая интересная. Это очень хорошая фигурка, которая показывает нам о возможном траектории движения цены внутри треугольника. Там уже подсказка одна есть. Я сейчас ее быстренько уберу, чтобы вам было легче ориентироваться. Если видите то, что у вас максимум идут на падение, а минимумы, наоборот, идут на рост, формируется треугольник, угла которого смотрит у нас вправо. Далее. Мы, соответствующий, можем рассчитывать на траекторию цена, нас отскакивает от уровня сопротивления, движется к поддержке. Отскакивает от поддержки, движется к противне. И так далее. И рынок любит доходить прямо до самого кончика, накапливая большие объемы контрактов на покупку, на продажу. И после прорыва у нас, соответствующие, либо верхние линии, которые вы сейчас видели, приоритет на рост становится. Аналогичная ситуация, если прорывается нижняя граница, приоритет на падение цены. У нас еще доллар не прорвал наш треугольник. То есть у нас сейчас идут условия для внутри треугольника, если торговли. На прошлый выходных, в воскресенье, мы с вами рассчитали, то что цена у нас, на позапрошлых выходных мы рассчитывали падение доллара до уровня поддержки. Мы его рассчитали. Цена у нас к нему приблизилась. Мы ждали уровня 102.47. Цена до него дошла даже немножко ниже, 102.34. Цена у нас от него отскакивала. В тот момент у нас строилась цена. Мы на 4-часовом тайфрейме нашли оранжевый уровень. Вот этот, видите, у нас оранжевый уровень сопротивления. Общий нисходящий тренд. Цена у нас в этот момент, что сделала? Находилась на прошлых выходных. Находилась в таком нисходящем клине. Мы рассчитывали, что если у нас будет пробой уровня 102.91, то рынок будет расти вверх. У нас перед уровнем инфляции, я давал свое мнение по поводу доллара, сказал то, что после уровня инфляции доллар улетит вверх. И так и произошло у нас во вторник. Доллар у нас улетел вверх. Но, смотрите, он остановился у нас на уровне сопротивления. Красного, да, например. От него рынок отскакивал, 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 отскакивал. И только смог его прорвать у нас в четверг, в начале дня в 10 утра в пункте скремния. Это 4 часа, а сейчас закрылся. Очень важный момент. У нас пробило красный уровень пунктирный. И после этого, когда уже вышли первичные заявки безработицы, рынок бух мощно на нас стартанул. То есть все, что мы планировали после пробоя у нас уровня Fibonacci 38.2, 103.100, мы предусматривали рост до отметки 50 Fibonacci 103.31. Цена у нас даже выше пошла по условиям, которые мы предвидели, 103.447. Вот у нас цена полностью реализовала этот рост. Что здесь стоит отметить, коллеги? У нас цена четко, обратите внимание, приближается к уровню вот этому оранжевому сопротивлению, что говорит о том, что цена уже к нему приблизилась. Рынок сейчас будет принимать здесь решение. Либо цена отскакивает от уровня оранжевого сопротивления, идет вниз, пробивая его, цена пойдет к фиолетовому уровню сопротивления наверх. Далее. Сейчас наши прошлые виды условий мы уберем, чтобы они нас не отвлекали. Идем дальше, коллеги. Что тут есть у нас интересного? Так, что-то этот уберем, пробойный. Цена все еще находится у нас в синем восходящем коридоре. Вот этом коррекционном, да, например. Чуть-чуть мы его подкорректируем. Это после вторника мы разбирали. Вот у нас чуть-чуть подкорректируем. У нас немножечко здесь угол наклона изменился. И мы нашли уже более, и мы нашли уже истинный угол наклона, как цена на нем находится. Так, вот у нас здесь. И вот тут мы находимся. Так, следующее. Что у нас тут есть интересного? Исходя из этой ситуации, пока цена у нас находится в оранжевом уровне нисходящего тренда сопротивления, возле уровня сопротивления, я вижу то, что у нас пока цена может повторить историю, которая была у нас еще и буквально вот там в марте, да, в начале марта мы разбирали. И вот цена у нас вполне может повторить эту историю, снова упасть. Даже если цена у нас прорвет этот уровень сопротивления, цена тоже дойдет до фиолетового уровня коррекции на неидельном графике. То есть вот здесь, коллеги, вот забирать копейки на рост, ну маленькое расстояние, я имею в виду, ну рискованно. Здесь, во-первых, есть уровень оранжевого сопротивления. Вот так вот сейчас я сделал пунктирное расширение. Я думаю, помните, как у нас нисходящий клинз там отработался. Именно после его пробоя улетела сразу свеча у нас доллара. Вот здесь формируется у нас фигурка, такая двойная вершина, о которой мы сегодня уже разговаривали. Вот у нас. Вот тоже такой звоночек и начало упадения. Рынок сейчас по сути хочет коснуться вот этого оранжевого сопротивления, чтобы более принять решение. Так что смотрим, как выходные проходят у нас, что доллар предпримет. На текущий момент я вижу следующую картину. Я бы сетку Fibonacci здесь даже убрал бы уже. И здесь бы сфокусировался на синим восходящем коридоре на часовом таймфрейме. Если мы ждем коррекцию после роста, у нас она в принципе в пятницу началась, но доллар еще там дал немножко перед концом, небольшой ростик такой сделан. В принципе у нас очень хорошая картина в плане продаж будет сейчас. Это в случае, если у нас цена прорвет уровень. Сейчас я немножко посмотрю в прошлом, как с ним. О, кстати, коллеги, с ним рынок очень хорошо взаимодействовал. Смотрите, я всегда смотрю не только на текущую ситуацию, я наблюдаю, как рынок вел себя раньше. Это вот очень важно, посмотрите, как рынок взаимодействовал. То есть мы понимаем, что цена у нас сейчас сверху вниз. Я сейчас вот это хочу вам мысль свою рассказать. То я смотрю раз в прошлое, цена у нас когда-то подходила к этому уровню, да? Оп, пробивала его, раз рынок чук, шел в нему, все отлично. Его, видите, подтверждался ретестом цена, от него отскакивал, падал вниз. Значит, если рынок у нас его пробивает, а это у нас поддержка последнего минимума и сформированы фигуры двойной вершины, то я считаю, мы будем падать до уровня поддержки синего восходящего тренда. Где у нас будут горизонтальные уровни? Где рынок у нас будет готов разворачиваться? Я подберу сейчас два варианта максимумов, которые у нас были. Раз с 12 марта в 17.00 и 13 марта в 13.00. Один будет у нас уровень отката. То есть я предусматриваю, что если падение будет не сильно таким динамичным, то мы дойдем просто до него, знаете, к вяленько. И тут уже рынок будет принимать решение. Вполне в треугольник попадет. Так как мы находимся в нисходящем тренде, прорыв поддержки спровоцирует дальнейшее движение вниз. Но сейчас буквально чуть позже об этом поговорим. Далее, если рынок более динамичен будет у нас, да, например, прорыв, и цена будет у нас к синему уровню поддержки идти, то мы ждем цели 103.025. Например, 103.050 немножко выше сделаем. А уровень пунктирный, где мы предусматриваем первую цель, 103.180. Немножко я всегда выше ставлю. Вот, и ждем соответствующий, чтобы у нас цена потом достигла этой цели. Но если цена дойдет до уровня поддержки, и мы будем ждать тейк профита на уровне 103.050, коллеги, нет. Нужно обязательно фиксировать прибыль, если цена дошла до линии тренда, потому что от нее рынок может у нас развернуться. Вот, это первый вот коридор, который я вижу. У нас наследует другую неделю. И, в принципе, он логичен в плане ослабления сейчас, в данной ситуации. Я вижу то, что пока доллар ослабнет в рамках часового таймфрейма. То есть это, ну, завтра еще посмотрим, как себя поведет он. Ну, пока вот приоритет на снижение доллара. Далее, так как мы говорим сейчас о снижении, в случае, если рынок дальше у нас пойдет вниз и выйдет из синего вот этого нашего восходящего коридора. Сейчас, подождите, не поймал инструмент для рисования. Вот у нас раз, два. Если мы вот это преодолеваем впервые, то мы понимаем то, что рынок у нас дальше будет готов падать. До каких целей? Вот у нас уже рынок первые горизонтальные уровни отметил для себя, от которых рынок, видите, хорошо отскакивал. То есть я учитываю то, что цена у нас будет доходить до них. Сделаю, наверное, каким-нибудь фиолетовым вот так вот уровнем. Потому что рынок у нас здесь будет ослабевать. Так вот сделаю красным движением. Думаю, оно сразу вам понятно, да, будет. И такой квадратик сделаю пробой, например, чтобы легче было понимать. Вот, а также я бы еще смотрел бы на пробой уровня. Ну, думаю, все же на уровень 103.025 уже немножко пониже будет. Раньше у нас 0.50 было для фиксации прибыли. Пускай он будет как являться аргументом в пользу пробития уровня поддержки. Да, у нас. А, здесь немножко поддержка, коллеги. Вот расширение обязательно сделаем. Вот так вот. Тогда вот после пробития пунктирного синего уровня поддержки, пробития горизонтального уровня 103.025, то мы приоритетно движемся низкой отметки 102.72. Можем остановиться на уровне 102.91. Там вполне скорректироваться, чтобы коридорчик нисходящий у нас сформировался. Вот. А после, если рынок у нас уже будет тестировать минимумы, да, например, это 102.66 пробивается, то я думаю, у нас цена снова повторит то, что было у нас недавно. То есть я думаю, цена у нас падет вниз. Но не буду рассматривать вариант 102.36, который у нас был на 8 марта. Я предусмотрю 102.55, ну там даже три пятерки, да, вот так вот сделать. То есть я предусмотрю то, что цена до сюда дойдет. Потому что там по телу свечи рынок останавливался. Потому что про закономерность это я вам уже рассказывал. Дальше я бы тут ничего не делал. То, что здесь недельный уровень поддержки. Цена от нее может свободно уже отскочить вверх пойти. Теперь про рост. В принципе, так как цена у нас подтвердила наш уровень 103.447, я сейчас его просто уже уберу. И я учитываю то, что вот у нас цена, раз не смогла пробить наши максимумы, да, я где-то сейчас на 4 часа обратно перейду. Я считаю то, что если цена у нас преодолеет, да, у нас вот этот вот максимум, который рынок сформировал, 103.49, да, сделаю зелененьким. И прорвет у нас оранжевый уровень сопротивления. То кто готов рискнуть, чтобы до уровня фиолетового продержать, потому что рынок здесь может до него достижения отскочить. Вот очень важный момент. То ориентируемся, да, на покупки вот здесь. Где мы сможем остановиться? Какие у нас уровни могут сделать преграды? То есть это 103.64. Ну и в принципе, ну я думаю, это все. Потому что тут вот даже по истории, если взять, видите, вот здесь вот цена вот тух-тух-тух останавливалась. Тени вот эти, ну, это если динамически пойдет. Просто вот этот уровень сопротивления фиолетовый может помешать. Так что 103.64 оптимально. Пока цена вот будет находиться у нас, я думаю, на следующей неделе вот здесь. После понедельника будет более ясная картина по поводу процентной ставки ФРС. Я думаю, дам свой комментарий, даже видеообзор сделаю. И скажу, что стоит ждать. По евро-долуру завтра, ну сейчас мы посмотрим. И думаю, завтра комментарий я в телеграме оставлю своим. Так что обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, где я оставляю дополнительные свои идеи в течение торговой недели. Там же вы сможете использовать полезный экономический календарь, потому что за 30 минут, либо за 15 минут до выхода новости у вас приходят уведомления в моей группе, чтобы вы успели поддвинуть свои тейк-профиты, ступ-лоссы, чтобы вы подготовились к новости, чтобы вы, мало ли, ее подзабыли, что она выйдет. Давайте поговорим о золоте. Так, ну что же, как мы и планировали на прошлой неделе коррекцию золота. Началась. Думаю, для всех уже понятно. Сейчас немножко отдалю график, чтобы смогли все построить для себя. Вот смотрите, как у меня сейчас выглядят графики. Это глобальный у меня восходящий тренд золота. Приоритет дальнейший на долгосрок. Рост, обновление линия хаев, все отлично. Но после такого роста динамичного золота коррекция должна быть. То есть это как вот логически это золото с биткоином у нас в ситуации. Вот, идем дальше. Приближаемся на более график на дневной. Вот как вот у нас находимся в синем восходящем тренде. Оранжевый такой импульс. Переходим на 4 часа. Это оранжевый наш восходящий тренд 4-часового. Вот мы в таком хорошем фиолетовом коридоре находимся. Мы прорвали, на прошлой неделе мы ждали пробоя от этого уровня поддержки красного коррекции восходящего клина. Он пробился и цена у нас начала свою коррекцию. Все это условие я просто убираю, потому что оно у нас подтверждено. Так что у нас цели, старый у нас 20.73 мы предвидели рост. Также мы рост 20.95, это все мы заранее предвидели, что цена дойдет как раз от формулы золотого сечения, которые отрабатываются у нас в школе. Скрытые уровни, которые показывают эти максимумы, которые раньше в истории не было. Цена не дошла. Вот, что мы видим. В принципе условия остаются прежними. Мы на прошлой неделе ждали пробития уровня 38.2. пробития, неправильно сказал, 23.6, это 21.54 золота. И ждем падения 21.35 в область 21.29 уровень 38.2. Цель, уровень поддержки фиолетовый, ориентир 50 уровень Fibonacci, 21.09 по золоту. Вот, в принципе оно логично сейчас смотрится. Цена пока находится в таком нисходящем коридоре, красненький, да, вот коррекционным. То есть у нас вот он, смотрите, вот у нас был импульс, вот она у нас коррекция, да, вот логичная вполне, то, что дойти до сюда должна. Вот, пока цена находится в этом красном коридоре нисходящем, приоритет золота на падение. Единственным хорошим сигналом для начала роста, я думаю, на следующей неделе, это у нас будет первый, это выход из красного коридора красного и пробой 21.72. Последний вот этого отскока, который на рынке у нас был. Давайте немножко синеньким сделаем, зелененьких много у нас. Вот, и да, вот после этого уже снова рынок попробует повторить свои максимумы. Где-то в область 21.84 я бы подержал бы позиции, потому что там тела свечей закрылись, и я бы там вот уже все зафиксировал бы. Вот, такой небольшой коридорчик. Ну, опять же, на часовике даже это рассматривать вполне нормально будет. Но на 4 часа должен пробой вот этот красного быть. А на часовике 21.72 можно учитывать уже как пробывной. Ну, и если пробивается у нас high 21.95, 22.43 мы же роста ждем. Такой, ну, в зависимости от траектории движения графика. То есть достижение сопротивлений, там, естественно, понимаем, рынок будет корректироваться. Так что пока что я вижу, ну, в ближайшее время, пока цена находится в коррекции, я вижу продолжение падения золота. Посмотрим понедельник. Тут небольшой у нас такой вот есть треугольничек сформированный. Вот, прорывается поддержка, прорывается горизонтальный уровень, снижаемся. Ну что ж, коллеги, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Я желаю вам успехов в торговле, как можно больше тейк профита. Если хотите дополнительной поддержки, то обязательно переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь по моей реферальной программе в канале Амаркетса, чтобы вы данного брокера получили не только качественные условия для торговли, но также вы получите поддержку с моей стороны на торговые условия. Ну что же, есть ли интересные дополнительные условия сотрудничества, обязательно пишите мне, с вами все обсудим. Желаю вам только всего самого лучшего, самое главное, крепкого здоровья вам и вашим близким. До встречи, пока-пока.